Валентина Вараксина Валентина Вараксина Валентина Вараксина Валентина Вараксина Синхронизировать слово. И слово синхрон, если вы знаете, что сейчас в новостях есть такое понятие, как синхрон, когда наш герой говорит что-то. Ну и постепенно мне стал интересен вот этот вот жанр документального кино. Очень много мы снимали сюжетов, ездили по краю и захотелось что-то пошире сделать, рассказать о героях. Чаще всего мои фильмы всегда о каких-то людях. Как раз в 2000 году на телеканале России, на российском телевидении появился проект, который назывался «Вся Россия». И вот с этого момента я начала познавать эту профессию документалиста. Условия у нас всегда были жесткие. Мы выезжали куда-нибудь, в Ивенкию, например, нам давали полчаса на работу, и нужно было быстро привезти оттуда какой-то материал. Так мы снимали фильм в поселке Соломай с кетами, населением таким национальным, очень вымирающим, маленьким. И успехом всех моих фильмов всегда было наличие героя. Поэтому, ребята, я вам рекомендую все-таки идти от героя. Нужно найти интересного героя, и тогда у вас будет обязательно не что-то общее, а именно то, что передает каждый человек. В каждом человеке это всегда целый мир живет. Вот я вам для примера хочу показать два фильма. То есть я чаще всего работала в телевизионной документальной журналистике, поэтому мои все документальные фильмы были с начитками. Что такое начитка? Это «Голос за кадром». То есть у нас появляются герои, потом я за кадром рассказываю об этом герое. Но вообще верх документального кино – это когда автора нет в этом материале. Когда ты так выстроил свой сюжет, что твои герои сами о себе рассказывают и сами показывают, что с ними происходит. И очень важно в каждом материале телевизионном – это наличие лайвов. Это у нас так называется. Лайв, люфт и экшен. Но вообще то, что наблюдает оператор. Это какие-то звуки природы. То есть мы смотрим, слышим и входим в этот фильм, о чем он будет. Я потому что сейчас вам как раз включу начало материала. И вы посмотрите, как мы входим в повествование о герое, об охотнике, которого зовут Ефим. И еще очень важно с маленькой камерой, вот как девушка здесь, все время ходить и наблюдать за своим героем. Чтобы он не боялся. Потому что я уже давно отошла от команды, хотя телевидение – это командная работа, когда оператор с большой камерой, со штативом, когда есть звукорежиссер, звукооператор. И вот эта команда, в шесть человек, подбегает к твоему герою, и герой сразу же со страха под стол лезет. Я маленькой камерой снимаю, я приучаю к себе своих героев. Есть даже такое понятие, я сейчас точно не скажу, как это называется, но это связано со взглядом змеи или с пространством змеи. То есть вот человек, он подпускает к себе другого человека на определенное расстояние. Вот как мы с вами сидим, это очень комфортно. Если я подойду к вам на расстояние 50 сантиметров, вы от меня уже шарахнетесь. У каждого есть своя зона, зона змеи так называемая. И вот ближе, чем к этой зоне, мы стараемся не подпускать к себе. Это мы в автобусе уже там все отключились от всех, трутся там возле тебя все. Но ты не обращаешься внимания, потому что ты надел там скафандр, маску. А вообще вот настоящее документальное кино, это когда ты сумел переступить эту зону, и твой герой настолько к тебе привык, так тебя воспринял, и так стал с тобой общаться легко и доверять тебе, что он уже может поведать много интересного. Вот я несколько вам сейчас вещей таких важных дала, да? Начнем сейчас с лайвов. Посмотрим, как войти в фильм, чтобы мы поняли, где мы находимся, чтобы нам не торопясь ощутить эту атмосферу и ауру. Значит, дело происходит в Красноярском крае. Это поселок очень отдаленный на реке, на притоке реки Ангара Чадобец. Чтобы туда попасть, нужно сесть на вертолет, который летает один раз в две недели, и прилететь туда на две недели, обратно только вот с этим. Ну, нам повезло, ребятишек везли как раз, они окончили школу, и поэтому мы неделю там были с оператором. В общем, там даже на автомобилях не ставят номера, потому что до ближайшего ГАИ, 600 километров по болотам, и они там не переживают об этом. Вот такое местечко, тихое, спокойное, глубинка России. И чтобы мы поняли это, я даю возможность позвучать природе, мы используем панораму, это когда движется камера, да, и слушаем, что там происходит. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вот появляется музыка, музыка это тоже очень важный, конечно, элемент для кино. Вот что меня там поразило, это коровую вплавь через речку, такого тоже не видела раньше. Надо близко подойти, послушать, чтобы пожужжали пчелки, чтобы помочали коровки. И вот появляется наш герой. Погодите на рацию. Во сколько? Два-то будете выходить? Два и в один. Ну, давайте. Два скажешь матери, что мы выехали. Пусть... Ну вот в этой ситуации мне помогает, меня снимает оператор, хотя это, в общем, не взяли его в лодку, потому что большая камера, большой тяжелый штатив. И сам он весил прилично. И Ефим согласился взять меня, потому что у меня вес 40 килограммов, там маленькая камера, у него много бензина, керосина, идти нужно почти целый день по реке, вот в эту ухожь. И мой герой разрешил, да, мне поехать с ним. И я просто камеру не выключала практически. Для этого нужно иметь хорошие аккумуляторы. То есть вот у нас есть инженер, он мне такой замечательный, долгоиграющий аккумулятор специально купил. Мы приехали в место, где совсем невозможно было заряжаться. То есть там включали изредка генератор. Вот, ну и смотрите, мы все время с нашим героем. То есть мы с ним передвигаемся на лодке, он нам рассказывает. Мы все время слушаем, записываем его мысли. Потом, отсняв там километров 50 видео, мы садимся и выбираем кусочки. И вырезаем те основные мысли, которые он нам хочет донести. Я вам покажу еще один очень интересный кусок, потому что герой нам попался просто замечательный. Но мы делали этот проект еще как совместный с филологами и диалектологами «Ангарский словарь». Поэтому, если вы заметили, у него речь очень особенная. Он говорит вот старорусским языком, который законсервировался в этих краях. После того, как построили Багучанскую ГЭС и затопили вот там море, многие деревни ушли. А вот этого языка почти не осталось. Он носитель этого языка. И он очень многие интересные вещи говорит. Он просто вот природный житель. И после того, как вы выберете вот эти вот кусочки, небольшие, вам нужно будет их склеить и перекрыть картинкой. Для этого нужно очень много снимать нашего героя в действии. Все, что он делает, вы снимаете. И стараться интервью у него брать, не как вот вы сели друг с дружком напротив и микрофон ему подсунули. То есть здесь тихо, и поэтому я писала без микрофона. Я просто все на пушку писала. А он вот замешивает тесто. Вот оказалось, что он не жена, а он хлеб печет. И рассказывает. Он идет там, охотится там. Я бегу рядом с ним, он рассказывает. Мы в лодке, он опять рассказывает. И когда человек в действии, тогда это более естественно получается. Но есть моменты, когда он просто сидит и тоже какие-то свои мысли передает. Тогда нужно обязательно делать подсъемки. То есть все, что окружает нашего героя. И планы должны быть здесь как раз долгими. Не нужно очень чистить. То есть мы снимаем, как его избушка выглядит. Какие-то там детали. Вот у него висят офицерские часы. Оказывается, он вообще служил там в Афгане. То есть глядя на вещи, которые окружают этого человека, очень много интересного можно узнать. Понятно, что это изба охотника, поэтому тут и ружье тебе. И собаки его. И мы смотрим, как он общается с собаками. Очень много природы можно снимать вот в таких фильмах. И все это потом ты накладываешь на речь своего героя, и у тебя естественным образом получается фильм. Вот где здесь конфликт? Кажется, вроде снимаем просто про человека. Но он о чем говорит? То есть вот как раз момент, когда топят эти деревни. И он едет и рассуждает. И говорит, если бы меня вот так выселили, да я бы умер. И они, эти люди, они же умрут. Они от скуки умрут, если они не будут охотиться, рыбачить. Их переселили сейчас в городские дома. Куда они делят своих собак? Как они будут без живой природы? И вот этот конфликт цивилизаций, людей, которые убивают, нарушают природу. И вот наш герой, который живет и охотится, и рыбачит. Мне много не надо, я сегодня рыбку поймал, засолил, и мне хватит. А для чего? Вот построил там он Чубайс, там себе три электростанции. Кому хорошо стало? Ну там стало трем Чубайсом хорошо. А эти-то люди помрут. И вот так вот просто, смотрите, а потом еще такие интересные вещи, говорит, сейчас мы, если мы попадем сюда. Кто это пережил, это поймет, а кто не переживет. Вот он говорит про переселение. Ему и не пойдет. Так, ему хорошо. А тот, кто его ест? И одного, что непонятно. Все мы хотим сделать подделку, и все живем в одной стране. И все друг у друга это покупаем. Но давай делать все подделку неестественно, все ядовито. И мы сами себя искренним. Так, ты мою подделку возьмешь, я волей-неволей твою подделку возьму. Ты шубы шьешь, я продукты делаю. Я в твоей шубе поехал и замерз, она оказывается до плюс пятнадцати, а не до минус сорока. Оказалось так, потому что подделка. Я замерз в лесу в ней. Ты мои продукты съела. Тоже умерла. Вот и все, вот и дожила. И знаю, конечно, всем миром, всей страной руководить это непростая проблема, но уничтожать то, что растет, и то, что природа, это, конечно, нельзя. Мое-то решение такое. А там далее-то кто? Меня никто не спрашивает, как. Вот видите, как мы живем, как деревня живет, как мы в лесах живем. Хорошо, хорошо. Да я думаю, если бы жили, не уничтожая все это леса и все, жили бы не хуже, чем как сейчас. Конечно, каждый по-своему. Тут по радиуслушаю, передача, химик какой-то, и что ли он там, ну, не, по нефти он работает, какой-то там высокий человек. Вот эти перебиски, как я говорила. Мы будем делать, основная продукта будет с нефти, продукт. Я сначала думал, я услышался, он еще раз повторил, говорит, это говорит, варварство, что мы нефть сейчас пускам на бензин, да на все. Типа, ну, уничтожанство, можно делать миллионы продуктов из нефти, не знаю, у меня аж, я думал, не уж так можно на самом деле. А вот сам, я вот по радиуслышал точно, продукты делать с нефти. Где, в какой книге написано, что давайте нефть садить будем, и из нее огурцы, и если коле. Я согласен, там, может, какое-то удобрение с нее сделать, но делать явно продукт из нефти, для меня это, я понять не могу. А по ихному, то, конечно, цивилизация. Давай это все уничтожим, нефть будем добывать, продуктов будет полно. Вот они как думают. Но не получится никак. Если в Библии сказано, что сей и жни только вовремя, и будет у тебя все в изобилии. Вот надо сей отъезжать, а не из нефти придумывать. Вот таким образом, видите, ваш герой говорит, а мы показываем обстановку, которая вы окружает. Говорим о продуктах, там, поставили картошечку, там, жена его разбирает в сети. И вот так вот очень просто, кажется, на первый взгляд, мы, вот два дня я пожела у этого Ефима, я сняла, как он охотится, как он кушает, как он хлеб готовит. И вот эти разговоры его послушала, и все, и получился фильм. И я приехала домой, его на одном дыхании смонтировала. Потом оставалось только резать. Знаете, что самое главное для вас надо будет? Потом отрезать ненужное. Это вот очень важно уметь взять себя и почистить. Потому что долго смотреть скучно, неинтересно, тяжело. Особенно вот сейчас люди вообще не привыкли смотреть длительно. Это вот один из форматов, который я вам показала. Это кино, когда мы снимаем его на героя, и наш герой ведет повествование. Также мы можем диалоги снимать. Ну, тут надо побегать, попрыгать, успеть все это, как идет, как общается. Тут будет несколько еще поворотов. Второй формат, который можно сделать, это сделать кино с начиткой. То есть вы продумываете, тоже снимаете своих героев и рассказываете о них за кадром. Для этого тоже очень много нужно подснять картинки, для того, чтобы она была говорящая. Это есть особое такое понятие у оператора. Это телевизионная картинка, история телевизионная. То есть нужно прям снимать так, чтобы потом посмотреть и без каких-то комментариев понять, о чем дело. То есть, например, вот сейчас мы находимся с вами в студии. Как нужно снять историю про нас? Нужно вот с той точки где-нибудь встать и снять общий план, чтобы мы понимали, что мы находимся в студии, здесь телевизионная обстановка. Потом нужно снять меня с той точки, вот таким небольшим крупным планом, и мы поймем, да, здесь есть человек, который о чем-то рассказывает. Потом мы меняем снова точку и снимаем общий план, чтобы мы видели, что вы все сидите и слушаете. Потом укрупняем, там один человек носу ковыряет, другой внимательно слушает, третий заснул. Мы понимаем, попадаем в обстановку, в атмосферу, там вот лектор он такой сякой, немазанный, сухой, кто как его слушает. Вот таким образом склеивая один кадр за другим, тем более здесь есть законы, как вы знаете, да, нужно, чтобы крупный план с общим, например, соединялся, а не дай бог там один крупный с другим крупным, тогда будет такой резкий переход, и зрителю некомфортно будет на это смотреть. Там очень много правил есть и в монтаже, и в том, как картинку создавать, да, и как эмоцию передавать. Вот, и таким образом мы можем сделать отдельно синхроны, отдельно снять видео, и потом эту историю показать с нашим комментарием. Вот так я снимала проект, который длится уже 8 лет, столько, сколько лет моему ребенку. Он называется «Две цивилизации». Это проект о двух мальчиках. То есть, когда я была 6 месяцев беременности, я поехала в тундру для того, чтобы снять материал. Я думала, что я надолго потом иду в декрет, а мне так не хотелось спрощаться с моими любимыми героями, немцами. И в тот момент в этом самом тундровом домике у оленеводов родился мальчик. И нам с оператором пришла идея проследить, как эти мальчики будут расти. Потом я приехала, вернулась домой, через 3 месяца у меня родился мой сын. И вот с тех пор, в 8 лет, я слежу, как они растут параллельно. Один в тундре, оленевод, другой городской ребенок. И я вам покажу кусочек из этого фильма. И здесь у нас есть как раз комментарий, то есть есть начитка. Здесь также есть лайвы, о которых я вам говорила, и используется музыка. Посмотрите, как это можно сделать, чтобы это было интересно. Ну, важно, конечно, начать как-то ваш фильм, да? То есть упаковать его. Это вот как раз из серии... Увлекся, прям удивился такая музыка. Увлекся? Да, как будто огромная такая ступень, и в ней много таких маленьких. Но сначала она еще выше, еще выше, еще выше. Увлекся, прям удивился такая ступень, и в ней много таких маленьких. Эта история началась 7 лет назад. 26 ноября 206 года на Таймыре в Тухартской тундре в семье Майи и Прокопия Каяриных появился первенец. Чуть меньше, чем через полгода, 8 марта, в Красноярске появился на свет Илья Еремеев. Я вспоминаю, почему я ладился, зачем? Может, мне было и не ладиться? Все хорошо, только скользко. Ну, появилось дело два человека, мальчик и девочка. Потом они начали родить сынка, мальчика и девочка. И он стал родить, и все стали родить, и появилось целое стадо человек. Вот это называется параллельный монтаж. Видите, мы видим то город, то тундру. Мы героев наших специально сталкиваем. У них разная очень жизнь. Когда Владику было три года, он увидел первый в своей жизни боевик. Папа купил DVD-плеер и подключил его к аккумулятору снегохода. И в балке зазвучала английская речь, а коленеводом пришел в мир гангстеров и красавиц. А Илья почти с рождения ходил с мамой на концерты симфонической музыки. Вот такая история. Чем занимаются таймерские? Ну, это глобальные проекты. Вам придется работать с более простым материалом. И, наверное, для примера надо показать еще что-нибудь такое, может быть, связанное с образованием. А, ну вот, кстати, смотрите, темы фильмов для нас, они вокруг нас просто вот даже не надо напрягаться. Я вообще всегда снимаю то, что близко мне. Я вот поехала однажды в отпуск с ребенком в Минусинск, и выяснилось, что мой родственник трубочист. И мы просто не напрягаясь с моим сыном, вот чуть-чуть буквально покажу, просто потому что действительно интересных людей вокруг нас огромное количество. И надо только вот внимательно туда посмотреть. И тоже получился такой фильм. Вот это вообще дома на коленочке снято. Вот это мы снимали там с режиссерами, с операторами. А вот это я смонтировала сама. Там даже студия называется «Гена с Валей», так мужа моего зовут. Творческое объединение «Гена с Валей». Про наших родственников. Не каждый залезет, что-то на нее такое. Дым полезай, дым полезай прямо в трубу. Жала на ладони, крыша, кажа на лбу. Дым полезай, дым полезай, дым полезай, дым по трубе. Удачу несут эти руки тебе. А, там целая песня. У меня в телефоне приедет светок, парень. Ты говоришь, я не могу. Нужно провоцировать иногда. То есть эту песенку про трубочиста я попросила их спеть. Посмотрите, вот он заказал костюм себе, цилиндр. Парень такой со вкусом к жизни, что называется. А вот здесь вот план, который запомнился мне на всю жизнь. Вот смотрите внимательно. Это что называется повезло. Это когда с камерой не расстаешься ни на мгновение, да? Вот, то есть это вот я считаю моя находка, когда... Ну я сама чуть не умерла там со страху, и так же быстро, как и кошка домой убежала от этой грозы. Вот, ну вот находясь все время где-то со своей камерой, всегда найдешь своих героев и найдешь, как о них можно рассказать. А сейчас давайте что-нибудь попроще. Возьмем физмат-школа. Вот у нас в университете уже три, по-моему, года работает специальный такой образовательный центр для ребят, школьников. И мы как раз запускали этот проект, то есть чтобы рассказать о том, как она начинается. А потом вы зададите свои вопросы. Это проект телевидения краевого. То есть 15-ти минутки были у нас такие, край без окраин. Из всех представителей научного общества, наверное, именно физики. Острее всего ощущают свою ответственность перед обществом. Физика изменила сам способ существования человека. Четверть века там назад в арсеналах сверхдержав было больше 56 тысяч ядерных бомб. У американцев даже словечко появилось «Мэтт», что дословно означает «безумный», а если эту аббревиатуру расшифровать, гарантированное взаимное уничтожение. Так кто же они такие? Физики. Физики – это люди, специальным образом видящие мир. Люди, которые, думаю, развиты мышления со всех сторон. Физики – это такие жилья, которые просто знают в какой-то сфере больше, чем остальные. Именно они могут как-то по-иному, нетипично взглянуть и на вещи социального плана, увидеть сущность там, где обыкновенному человеку она кажется непознанной. Вот видите, здесь фильм начался со стендапа. Стендап – это появление журналиста в кадре. Он заявил проблему и задал вопрос, на который потом мы записали ответы. Это называется опрос. То есть мы спросили нескольких людей, что значит физика. То есть способов, как сделать свой фильм, очень много. Если у вас появились вопросы, я готова на них ответить. И вообще можно поговорить, может быть, о каких-то ваших проектах и даже попытаться их вот сейчас вместе придумать. Я вам помогу. Что-то хотя бы с чего начать, чем закончить. Вот знаете, очень важно прописать свою идею, да? Вот, например, чтобы сделать фильм «Две цивилизации», мне пришлось, наверное, месяц писать, готовить. Специальный такой документ разрабатывать, литературный сценарий писать. Для начала я очень много изучала, что связано с языком ненецким. И смотрела фильмы такие же похожие, общалась с людьми, с кинорежиссерами. То есть если вы хотите затронуть какую-то проблему, для начала обязательно посмотрите в интернете, кто уже и что об этом рассказывал. И уверяю вас, вы найдете много интересного. И того, что вы только что собирались рассказать, а об этом уже сто раз до вас рассказали. И, может быть, вы найдете какой-то интересный поворот. Так я узнала, что «недорма» в переводе с ненецкого означает «тысячелетняя дорога, на которой люди рождаются, пасут оленей, женятся, старятся и умирают. И она никогда не бывает пустой, как и человеческая жизнь». Видите, какой интересный перевод, да? И я назвала свой фильм, помимо того, что это цикл «Две цивилизации» и «недорма». То есть эта дорога, по которой вот родился человек и идет, и что с ним происходит в жизни, много чего. И я планирую этот фильм снимать много, если удастся, если Бог пошлет, но я такое у счастья и возможность. Было очень много перипетий во время этого проекта. Был момент, когда герои мои отказались общаться со мной. Буквально недавно позвонили из тундры прямо, передали мне привет. То есть у них сейчас там мобильные телефоны, и сказали, приедут зимой. И Владик, наш герой, вот этот второй мальчик, хочет посмотреть, как белые медведи и бурые медведи живут, ложатся ли они в берлогу, когда находятся в зоопарке или нет. То есть нужно написать идею, о чем ты хочешь рассказать. Нужно изучить все по этой теме. Нужно с героями очень хорошо познакомиться. И много чего еще можно это прописать. Много работы на постпродакшн, на моменте, когда ты уже все отснял, тоже очень важно. Здесь есть такой совет. Можно на бумажках написать эпизоды, которые у вас сняты, и поперекладывать их. Прямо вот так проще просто. Например, пишу, вот синхрон, там герои, здесь он говорит, Ефим мой говорил, почему же нам уже нужна жена помощница. Вот мы написали этот эпизод, положили. Второй, он там идет на рыбалку, и во время рыбалки рассказывает, что вот построили Бугчанскую ГЭС, говорили, много рыбы будет, последняя пропала. Дальше там кусочек, когда у меня летят на вертолете, улетают вот со своих обжитых мест ангарцы и Бугчанская ГЭС. И вот эти кусочки можно переставлять и решать, что будет первым, что вторым. Уверяю вас, все это очень сильно может меняться. Ну, что такое синхроны, вы поняли, да? Синхроны — это интервью с твоими героями. Что такое экшн, лайф и люфт? Это живые кусочки жизни. Лайф — это когда мы слышим нашего героя, и когда он что-то делает и что-то говорит. Например, бабушка, она живет в деревне почти что одна, осталась она рубит дрова, оператор в это время подглядывает, снимает, она как бы сама с собой разговаривает. Вот и дрова-то самой приходится рубить, в деревне-то никого не осталось, молодежь-то вся уехала. Это называется лайф. Это когда человеческая речь имеет начало и конец, такой кусочек. Люфт — это когда кукарекает петух, или мы слышим, как в наковальне ударил молот, или вот вы видели начало фильма, когда коровы мычат, там, птички поют, да, мы видим природу. И экшн — это когда на ваших глазах случилось что-то невероятное. Вот мой экшн, я вам показала. Рыжий кот, молния ударила, мы с ним оба чуть не скончались со страха, но у нас у всех ого-го, какой заряд. Или, например, вы взяли и сняли, как самолет падает на ваших глазах, произошла авиакатастрофа. Или вы пошли снимать какой-то криминальный сюжет, и кричат, сейчас я камеру у вас отберу, а вы все равно снимаете. У нас была такая история, моя коллега Лена Андреева поехала снимать с геологами фильм, они идут вот по, ну, почти что тундра там, озера, и вдруг она соскальзывает и начинает тонуть в озере. Что, как вы думаете, делает ее оператор? Да. Девушка тонет, а он снимает этот момент. Ну, слава богу, там были мужчины, которые помогли, это, ну, и такие кадры, можно сказать, они все-таки появились. Вот. Ценой, может быть, жизни девушки. Ну, думаю, он бросил бы камеру, конечно, если бы некому было спасать. Вот. И, конечно, очень часто удача, она улыбается тому, кто ее ищет, тот, кто не расстается с этим инструментом волшебным. Меня зовут Ратушняк Николай, я представитель школы храма Архангела Михаила и чудо-ево входник города Красноярска. Я вот хотел бы записать фильм о своей жизни. Так. А как ты думаешь, какое самое яркое событие в твоей жизни, с которого можно начать? Ну, это когда я один раз иду в магазин, я уже с пяти лет, по-моему, начал ходить, и был сильный ветер у нас на ветлужанке, и меня сносило все время на дорогу. Ну, я прихожу в магазин, упал на крыльце, потом захожу туда, покупаю все, что надо и иду домой обратно. Сильный ветер. Снова. Я... Мама мне кричит, Коля, хватайся за перила. Я хватанулся. Перила отваливаются. Нет. Я хватанулся, ветер стих. Едет машина вот отсюда и заворачивает вот сюда в арку. Я как шагнул в арку, так меня сразу и понесло. Под машину? Ну, чуть не под машину. Ну, вот посмотрите, какая драматическая история. Прямо как надо. В самом начале мы говорили, наш герой постоянно попадает в какие-то перипетии. Вот как снять этот эпизод, как вы думаете? Ну, это уже такое не документальное кино, а это реконструкция событий, что называется. В этом случае мы используем постановочную съемку. То есть ты должен все это изобразить. Ну, вам надо как минимум дождаться ветра, наверное, сильного. И все, что ты рассказал, можно снять. Можно снять, как ты идешь, как ветер дует, как там тебя сносит, как ты зашел в магазин. Что там случилось в магазине? Я забыла. Я упал. Да, то есть ты падаешь. Ну, это, конечно, сложно сделать заново, да, но это такой есть способ съемки. Это называется постановочная съемка. Она очень, ну, то есть нужно все раскадровать, нужно как нужно встать. И с этого вполне можно начать, конечно же, историю о твоей жизни. Я потому что сам себе сказал, не, я больше не пойду. А, я думаю, вообще в жизни ходить не буду. Но главное, вот, смотрите, ты очень хороший эпизод рассказал, который имеет драматические все составляющие, но нам нужна идея. То есть для чего ты хочешь снять этот свой фильм? Для чего ты хочешь показать все эти трудности, которые ты преодолеваешь? И может быть, это просто затравочка? Что дальше-то? Такая маленькая сценка из моей жизни. А дальше? Вот в целом фильм для чего? На примере себя ты о чем хочешь рассказать? Ну, просто вот, кто, например, я, когда уже буду отцом, я же должен рассказать детям. Что бывает на их пути жизненном? То есть, если они там, и будет такой ветер, делать что-то... Чтобы они камни с собой носили как минимум в карманах. Очень хорошо. Начинайте с малого. Посмотрите, маленькая история уже готова. Вы ее можете снять. Ну, давайте, поделитесь еще кто-нибудь своими идеями. Меня зовут Ромашова Полина, и я из школы номер 5 города Немногорска, и у меня такая была идея, как снять, как девушка борется со своими страхами, с фобиями, и как это происходит в жизни, то, что ее, например, какой-нибудь выдуманный чудик, но я не знаю, как описать тем, то, что гонятся за ней, пытаются ее как-то повернуть на путь смерти, и еще как-то... Учаяния. Да, но она как-то борется и продолжает, и пытается как-то еще не ссориться с этими страхами, и как-то еще подружиться, чтобы и... чтобы вроде бы они и были у нее, но она могла идти, и они не создавали препятствия. Я думаю, что здесь нужно показать тех, кто помогает ей в этом. Есть такие? Ну, вроде бы придумала пока, и была идея тем, что она пытается это общество, и от нее отходит, то, что... Ну, вот смотрите, у вас фильмы такие, да, не то, что я привыкла снимать, да, жизнь, а вы какие-то идеи пытаетесь привести, привнести, то есть здесь нужно... Ну, я бы вот как все-таки практический человек, я бы ввела твоей героине помощников, я не знаю, но кто может помочь, справиться? Я так понимаю, вы здесь же люди все непростые, да? Я думаю, что и Бог трактует так же, что ты... Тебе есть, кто может помочь в этой жизни справиться со страхами? Ну, родные, родные, друзья, и храм, и если бы это появилось, это бы обогатило, мне кажется, твой фильм какими-то реальными документальными кадрами, а сама идея просто замечательная, я думаю, она не просто так возникла, наверное, есть что-то подобное. Я вот здесь с этим хочу вам показать маленький проект, который делали наши студенты, это реалити-шоу «Страхи» называется. Но поскольку мы люди здесь все приближенные к журналистике, к реальности, то и материал у нас был такой же. Вот здесь у нас есть Институт феологии и языковой коммуникации, вот заодно посмотрите на наш сайт. И здесь есть ТВСФУ разделчик, и здесь есть разделчик авторские работы, и туда вот зашло наше реалити-шоу «Страхи». Немножко посмотрим, как можно снимать вот эти эмоции, да, человеческие. Хотя здесь есть некий постановочный момент, но я думаю, что когда люди сталкиваются реально с ситуацией страха, они уже перестают позировать. Я очень боюсь насекомых, особенно тараканов, не которые большие, но которые обычные, вот эти рыжие, домашние, и летающих, которые большие, такие с усиками летают, они просто мерзкие. А они точно не выпрыгнуты? Точно не выпрыгнуты. И что, мне надо его потрогать? Ну да, может. Нет, я боюсь. Не надо. Я думаю, этого достаточно. Слушайте, я бы не смогла. Я тоже не могу. Я должен забыть насекомых. До того, ну, настолько сильно, что я сейчас сижу, думаю, у них у меня потеют ладошки. Я не знаю, что на языке не выдавать. О, какие они жирные. Я не знаю, как объяснить свой страх к ним. Я не знаю, почему это. Раньше в детстве я могла спокойно взять насекомое на руку, пойти показать маме или бабушке на даче. То есть, мне это было нормально. А последние лет, может быть, пять, я стала просто как-то их чудовищно бояться. Один вид их вызывает просто какой-то ужас. Мне снятся сны периодически, что на мне копошатся вот эти вот маленькие жучки. Я просто просыпаюсь и долго не могу уснуть. Я не могу это объяснить. Нет. Руку застрянет, я не смогу покрасить. Это правда очень-очень страшно. Как бы я, в принципе, всю жизнь жила в поселке, где много насекомых различных. и как раз летом там все летает, ползает и жужжит. Но почему-то вот меня они пугают. ищет. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Нет. Нет. Вообще, на самом деле, я представляла себе все гораздо хуже, что их будет много маленьких. Нет. Можно не пальцем, а ногтем хотя бы? А, нет, я не могу. А-а-а! Помню, вот укупанцев твердый. Мамочки, господи, яс. Фобия – это усиленная формула страха. Фобия, страх, когда человек испытывает страх, он может контролировать свое поведение в ситуации страха. Если это фобия, то с точки зрения психологии, это пограничное состояние. Вот такая попытка, да, рассказать о страхах. Как вы думаете, что здесь больше всего работало? Какие образные средства? Я думаю, что музыка, да, вам помогала испытывать. Поэтому, снимая ваши страхи, обязательно используйте этот очень мощный фактор воздействия на психику. Это страшная музыка. Ну и я вам все-таки советую брать какие-то реальные вещи. Посмотрите, это что же из серии страхов? Но это можно снять. Можно через, опять же, героев услышать их и понять их состояние, а еще и подснять что-то такое. В общем, я вам желаю каждому снять свой проект. Пусть он будет сначала маленький, но настоящий, продуманный, с душой. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»